итак ребят всем привет сегодня у нас небольшая экспедиция в большом большом сегодня составе мы приехали к вечеру чтобы сейчас найти небольшие фундаменты чтобы как бы была перспектива на будущее сейчас мы небольшой застолье себе устроили костер мясцо в общем я думаю сегодня получится интересно тем более пацаны очень веселые компанейские своих ребятишек взяли вот так что я думаю сегодня классно получится видео сюжет будет очень длинный может из нескольких видео сюжетов получится останемся с ночевкой и с праздником вас ребята да да праздник день россии отмечаем вот такой дружной компании он достал но рустик прибежал и отобрал сказал серёжа это пока это мечта ох смотрите ребята какая красота бутылочка с орлом аптека красавчик вот 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 эта бутылка уже сделала сегодняшний коп ребята кого это только начало ты чего говоришь красавчик уже уже сделала бутылка итак ребят уже рассвет все спят мы так и не посидели кук костра как я вам обещал хотели посидеть поразговаривать страшилки детям но дети как-то быстренько спать ушли вот сижу один здесь около костра попиваю горячий чай с пряничками сергей сергей в окошке появился тоже не спится оказывается вот ну в общем ребят чай попил сейчас пойду продолжать в одиночку доставать монетки земли как вы знаете серебрушечка у нас есть царская катин пятак ну и куча различных советиков что еще даст шурф не знаем а скоро об этом точно узнаете вы и мы так что ладно пойдем нет серёга ругается говорит маньяк ты санек пойдем спать нет я пойду копать итак ребят ну что я продолжаю копать один ранние ранние утра и знаете монетка ничего особенного это у нас две копеечки ранние тридцать первый год это первая монета которые снимаю в нормальном дневном освещении вот такая вот монетка ладно хорошо хорошо засыпка конечно пропала это плохо не знаю чуть такой у нас тут появляется уже сил нету ребята сил уже нету ноги подкашиваются ладно продолжаем итак ребята кто рано встает тому бог подает вернее даже не встает они ложится у меня смотрите что выпало а я я с ушком но мята силует какой-то проглядывается ой классно 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 с ушком класс зачет зачет забираем причем ушко какое-то белое знаете это походу серебро ну не знаю время покажет бросаю отмыкать ладно хорошо идем продолжаем парни еще спят ну и пусть себе спят я думаю высплюсь человек и так пол жизни отдает на сон копаем продолжаем итак ребят сегодня мне что-то на эти предметы прям прет это уже третий или четвертый образок ребята вот такой-то образок в белом металле с ушком ну по моему алюминий пофигеть смотрите какая красотень да сегодня у меня прямо забили один я крестик выковыривал лепесток поломанный его рустик прозвонил нашел а в основном вот такие предметы пацаны все еще спят солнышко уже поднялось они все спят ладно сам главном чтобы вон тут темноту к нам сегодня не надуло потому что отсюда хрен выйдешь ладно идем дальше и так ребята я копаю а эти бармалеи спят может пойти их тряхануть потому что мне одному скучно я вам вообще монеты не показываю но решил вот на этой монетки обострить свое внимание это у нас двадцатка двадцатка год к сожалению сказать не могу но фактом что такие монетки не часто попадаются это нас 20 копеек щитовик вот такая вот монетка отправляется на отмочку а этих наверное пойти надо будить потому что я блин скучаю мне скучно ладно кстати монетка не знаю 30 32 по моему ладно идет дальше итак ребят я продолжаю копать один наверное с десяток советов поднял солнышко как вы видите уже высоко эти гаврики все еще спят вы не подумайте я если монеты у меня идут я из-за этого и не иду их будить просто они вчера очень поздно легли очень сильно накласились вот но я снимаю из-за того что у меня зелененькая и это наверное все таки что-то царское да это царское 2 копейки сейчас я сполосну намочу ее и я вам даже скажу что-то стоящее будет или нет ну в принципе неплохая год даже скажу 1900 до 1901 до 1901 год вот такая двушка пойдет идем дальше и так ребят тут такой вот нюанс интересный я прозванивал и звенела косточка у меня где-то был видеосюжет где косточка звенела игральной было но когда при тщательном отсмотре я начал ее смотреть смотреть что там видите все посмотрим так здесь монета советская двушка а другой смотрите перстень офигеть старинные так то и с инициалами видите да инициалы интересный да прикольно если вам понравился такой нюанс сразу пальчик вверху ребята поставьте за это и не забываем не забываем ставить палец кверху и комментировать каждую находку если она интересная вот такой вот нюанс костяшка зазвенела я не поленился двадцать шестой год двушка прикольно прикольно и так ребят на шорфе нас уже трое с горем пополам но встали доброе утро добра добра а кто-то не ложился у меня царская монетка вот она лежит такая сохран конечно домовой фиг пойми копейка ну какая то такая вот николай пойдет трактора идут с ночной работы отдыхать спать что ребята очередная монетка среднего размера это нас двадцатка 40 46 вот такая смотрите такая керамика такое донышко ладно продолжаем продолжаем кстати тут такая лучина такая вот хреновина свое время здесь без света были продолжаем ходим бродим и так ребята сижу я и горю и по какому поводу ребят я откопал кольцевик да да пять копеек александровские времен 1800 наверное 3 4 5 6 где-то в этом эпицентре вы скажете что же я горюю а горю из-за того что я такого извращенства над монетой еще не видел на своей практике не раз я даже закурил ребят смотрите вот она монета это пять копеек кольцевик ребята одна из самых больших и дорогих монет которые существуют медные во первых на ней имеется по обоим сторонам запилы это не игровая монета и еще три отверстия кто знает для чего такая заготовка была из монеты прошу написать потому что я болен в расстроенных чувствах это вторая сегодня крупная монета но к сожалению с утратами сейчас я на шерфе один все остальные разбежались в поисках новых фундаментов так что я не знаю я продолжаю здесь так что смотрим может быть кольцевик нормальный выпадет ну что же делать такое тоже бывает продолжаем у меня на канале есть видео где я разгадываю тайны из уродных монет в том числе монеты с запилами и отверстиями давайте послушаем что я говорю это что ни на есть это у нас маниста предметы украшения женщин которые одевали на шее украшали одежду главные уборы даже бывало и делали из них серьги фотографии я приобщу как выглядит маниста может кто не знает из новичков так что вот эти вот монеты с дырочками это у нас с манист следующее вот такие зачастую встречаются у нас монеты с насечками и почему мои утверждения что это игровые монеты я вот вам хочу показать небольшое количество которые у меня есть все все монеты имеют насечки именно со стороны вензеля царей николаевские александровские все прочее ни одного нету запила со стороны номинала нет у меня ребят таких монет нету кто-то говорит встречаются они может быть но если такие монеты есть то они для других целей но когда встречаются вот такие вот монеты это сто процентов игровые и именно эти монеты являются у нас бит бит очками битки они встречаются разного номинала разных периодов потому что в эту игру играли при всех царях и дошла в принципе такая молва до наших лет что эта игра называлась орлянка ничего говорить не могу но если вам любопытно я вам в следующих видео расскажу и покажу как именно игрались в эту игру в деревнях в городах и именно такие вот использовали монеты битки и это у нас игровые монеты есть конечно монеты и с насечками которые говорят что якобы для вычесывания вшей гнид ну и все прочие гадости пакости вот это тоже вариант проходил может быть может быть но как вы думаете вот такими насечками или вот такими вот можно хоть что-то вычесать я пытался делать эксперимент хотя бы говорят что это еще использовали для борта чёса вот пытался расчесать мех такой монетой к сожалению у меня этого не получилось можете сами сделать эксперимент и попробовать вот такой штучкой из своей собаки или кошки вычесать хоть одну блоху я думаю не получится это однозначно тем более гниды они у нас личинки этих существ они довольно таки мелкие и я думаю вот эти вот насечки на монетах не справятся и не вычесут также говорят что эти насечки используются для умерших то есть ложили на глаза это тоже неверно я думаю вы меня тоже также поддержите что это нереально говорят что еще делали насечки выпиливали отсюда медь для своей скотина говорят иметь имеет свойство лечить животных это я утверждать не могу но сами подумайте если вы делали бы на такие вот манипуляции с монетами чтобы добыть медь я думаю вот так бы вы не пилили напильником а просто-напросто вот так вот взяли бы об напильник исчёсывали так гораздо удобнее выпиливать также говорят что это у нас для наматывания ниток возможно возможно все возможно но к сожалению не наш случай так же встречается у нас вот такие вот интересные тоже задавал вопрос что это такое для чего и здесь один у меня только ответ это у нас была монета заготовка для изготовления шпоры но к сожалению ее не доделали вот фотку я прилагаю как она должна была быть выглядеть после своего завершения это у нас заготовка для шпоры следующее у нас была вот такая монета это у нас екатеринский пятак с одной стороны сделана такая шлифовочка и видно в центре имеется накернение то есть это у нас была также заготовка но заготовка для тестореза всю информацию я прикладываю тесторез следующая монета это у нас вот такая в центре отверстия посмотрев этот фрагмент видео мы можем лишь догадываться что наша находка это заготовка под тесторез хотя кто разберет что хотели сделать 19 веке наши предки если у вас есть догадки что хотели сделать из этой монеты пишите в комментарии под видео будет интересно услышать ваш вариант а сейчас возвращаемся на шов и смотрим чем же он у нас еще удивит и так ребят поторопился выключать только что вам показал пятак и здесь же в этой же кучке двадцатка двадцатка пятьдесят второго значит пятак тоже где-то пятидесят и ладно хорошо хорошо прохладно комаров мух нету серёги там монетки пошли это радует и вот у меня зелененькая что-то что надеюсь царская надеюсь нет это пятак советский пятак вот сказать не могу поздний ладно пойдем дальше итак ребят у меня вторая серебрушка только на серебряных монетах может быть такой окисел и проглядывается что-то белое желтоватым а с другой стороны конечно я не могу определить что это за монета вот но пятнашка пятнашка где-то начиная с 24 по 30 год так что классно вторая серебрушка сегодня царская сфсср вская они советская советская зачетно зачетно что дамы и господа санек тут поролончик приделал на камеру фундамент уже почти все там где-то метр до стены остался я решил на другой вот через сарай перейти и буквально это у нас это у нас царь две копеечки тысяч восемьсот семьдесят второй нож поход снарил затерт ничего от первый сигнал как бы нормально для первых сигнал будем посмотреть дальше что это мне однозначно нравится прям буквально еще пару штыков и копеечка еще выпало даже царской 1116 год лично неплохое место вон там ярик проснулся доширак они захотели продолжаем с илюхой разрабатываем столько времени был сигналом по колено уже зашел ярик на помощь пришел у них тоже команда не отстает давая пищи пуговица 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 орлянг слушай ну это было на шоке они они снаружи латунные а внутри металла начинает металл гнить и разрывает и ну ничего вот сюда в тарелочку так а я включился вот у нас термо не . он оттуда вылетел полкопеечки 1000 какой 1909 что для спб николай второй так что отправляемся в копилку ярик мы продолжаем за что ребят ходим бродим по верхам сейчас и в поисках нового фундамента и вы знаете выпала у меня монета это нас 1 2 копейки 1896 года николай вот такая монетка зачетно классно классно по ходу с дыркой что ли до пробита ведь и дырочку монетка пробита печаль то что ребята можно меня поздравить с третьим серебром смотрите как я срезал все лопатье так лежит ох какая красивая о двадцать третий год ништяк сегодня ссср царь и роспср зачет ох и блин я и лопатой смотрите да лопатой шмякнул под срез не столь плачевно ясно ладно идем итак ребят нашел я фундамент сейчас пойду пацанов позову потому что смотрите было пять сигналов здесь серебруха здесь одна вторая они одна вторая там здесь конина здесь меня вон монета и здесь тоже конина всего-навсего пять штыков и все пять штыков у меня монеты ребят вот очи очередная до серые 6 я же вас позвал представляешь сера 5 сигналов и все пять находки здесь одна вторая здесь конина там серебруха 10 копеек здесь конина часть здесь копейка вот а вот это вот печь сибирской верховые до зачетно зачетно здесь вот нужно пошел фитер мари засыпочка прикинь вот я уял только вот-вот до верха вот прикинь вот верха и сигналы ложного еще ни одного не выкопал ладно сейчас пацанов остальных позовем ну что ребят вот такой маленький объем сделал поднял из него трешечку вам не показывал но вот это надо вам показать вот такой маленький смотрите какой красивый ой какой рельеф не вообще не затерт и все грани острые зачетный женский маленький лепесток класс зачет и так ребята на этом мы будем заканчивать свой видео коп обзором ну а сейчас хочу у вас снова продемонстрировать тех людей которые сегодня копали потому что ночью вы наверное не разглядели это отец сыном серега и ярик к сожалению игорь саньком уехали это рустик махал вот в общем отдохнули хорошо к сожалению около костра не посидели просто некоторые испугались темноты и спать рано легли и закрылись машине вот в общем страшилок не было по находкам было классно очень кучерявый фундамент получился порядка 70 монет до у нас получилось 70 монет в среднем чуть побольше были изюминки хорошие достаточно это катин пятак к сожалению печальный случай кольцевик ну а чё я говорю давайте я вам сейчас все это покажу но и заранее всем пока до новых встреч и подписывайтесь кто не подписался ребят но по находкам всего-навсего двух камрадов покажу это сергея и мои находки к сожалению рустам и илюха не показывают свои находки в связи с тем что илюха уехал а рустик не подготовил в общем начнем со шмурдяка вот такое количество предметов шурфа я поднял очень интересные предметы в частности вот такие вот образки ну канина не буду вот такая безделушечка 150 лет бордино прикольно я когда доставал в темноте думал что-то сверхъестественная сенсация бутылочки это мои бутылочки ничего особенного самая такая шикарная у серёги вот такая маленькая бутылка аптечная с царской символикой вообще очень красиво бутылочка это самая маленькая по моему есть большая средняя это сама маленькая что у серёги еще по шмурдяку пломба довольно таки интересная екат сжигалка без рисунка пуговка очень интересная симбирская губерния интересно и самарская симбирская так и орляночка было бы все хорошо если было бы ухо по царям у него в принципе сегодня очень хорошо количество монет немного но качество по царям достаточно приятно две душечки две копейки душка николая и 1 2 копеечки 1909 год вот такая вот монетка в частности получилось у серёги 6 царских медных монет нормально нормально давайте к моим монетам перейдем ну в принципе у меня получилось очень хорошо я просто удачно встал в нужное место на шурфе и получилось в принципе очень очень хорошо большое количество советских монет частности двадцатки трешки двушки ничего выделять не буду потому что всего-навсего пятак тридцатого года пятак 46 года и на этом интересные монеты на мой взгляд закончились по годам я не смотрел выделять что именно не буду по царям что у меня получилось ну тоже неплохо это обычные двушки ничего интересного вот давайте вкусняшки сразу перейду вкусняшки какие конечно же вот такая вот одна вторая копеечки в принципе очень хороший сохранщик и монетка достаточно редкая и дорогая затем серебрущика 23 год зачет пятнашка сожалению датировать не могу но это серебро царская двадцатка 1913 год почистится очень будет хороший монета потому что рельеф высокий вот такая вот медалька 1917 год свобода равенство братство первый раз такую медальку вижу еще одна вкусняшка вот такая вот екатеринский пятак 1789 год ну чистка покажет какой сохран это были вкусняшки ну и самая какашка это вот такой вот гадкий кольцевик был кольцевик ребята очень печально такая шайба ее испортили ну ребят как то вот так вот на этом все всем пока до новых встреч и так ребята доброе утро я только что проснулся ну проснулся я благодаря этому человеку который наверное себя сейчас узнает если бы не он я наверное еще бы часов в пять проспал если бы считать что вчера приехал в семь получается 18 часов ребята я уже сплю на пожарника сдаю вчера легли в семь поужинал помылся и вот сейчас вот ходил в туалет кое-как ребята кое-как у меня все болит болит нога ноги болят ступни особенно но руки спина все болит даже шея болит за исключением ребят головы глава вообще классно классно откопали вообще классненько зачетненько мне понравилась вчерашняя экспедиция так что я думаю мы будем дальше продолжать делать такие выездки с ночевками но вы ребята пишите в комментарии а вам как такие видеосюжеты нравится вам когда компания выезжает с ночевками когда выселиться от души вот в общем формат видео вас устраивает или же все-таки вам нравится смотреть обычные раскопки обычные монеты так что ладно сейчас наверно продолжу спать все видео